Сегодня православные отмечают один из самых главных праздников – Крещение Господне. По традиции, все желающие купаются в проруби. Многие считают, что если в этот день окунуться в холодную воду, весь год не будешь болеть и смоешь себя все грехи. Но священнослужители опровергают подобные суеверные мнения и всячески отрицают любые магические проявления в вере. Это всего лишь традиция, не более. Крещенские купания, начиная с ночи, проходят и в Саратове. Желающие совершить омовение рассредоточились по двум организованным санкционированным купелям на набережной у Ротонда, а также в Солярии и в Затоне. А в Энгельсе в рамках праздника Крещения Господня состоялся крестный ход от Свято-Троицкого кафедрального собора до набережной. Все подробности у Дениса Титаренко. Первыми отмечать крещение начали здесь, на левом берегу Волги. В Энгельсе в половине 11-го стартовала служба, которая продолжилась крестным ходом через центр города, от Свято-Троицкого собора и до пляжа. Где уже прорублена прорубь и пройдет главный обряд этой ночи – освящение воды. Крещение Господня Крещение – это в который раз нам Господь дает право, возможность окунуться в святую воду, смыть в себе все грехи, снова надеяться на новую жизнь и светлое общество. Господу помолимся. Господу помолимся. Господу помолимся. В мире всего мира, благосостояния и святых Божьих церквей и соединений всех. Господу помолимся. Господу помолимся. Господу помолимся. Господу помолимся. Всякое естество. Вот мы и на Волге. Здесь уже прорублена была прорубь в виде креста. Здесь купаться запрещено, но здесь набирают воду и умываются. Давайте спросим людей. Здравствуйте, с праздником вас. А скажите, пожалуйста, для чего вы набираете воду в эту ночь? Ну, потому что Крещение Господне. И что вы целый год потом с ней делаете? Пьем. Много воды набираете вообще в эту ночь? Нет, вон, бутылочки хватит. Самое главное – вера в Бога. Это самое главное. Тем временем на правом берегу Волги работают две купели. Одна находится на набережной космонавтов возле Ротонта, и вторая здесь, в Затоне, где мы сейчас находимся. Из Нового здесь установили ледяной крест. Делают это не каждый год. Даже его украсили такой своеобразной интересной гирляндой. Желающих очень много. С инспекцией и проверкой сюда приехал глава Саратова Валерий Сараев. Он сказал, что пока что все происходит без эксцессов. Скажите, пожалуйста, какая обстановка сейчас с покупанием? Объезжали, наверное, все проруби? Да, но мы сегодня объехали сейчас и Ротонду, и здесь, в Затоне. По сравнению с прошлым годом, небольшое увеличение. Какие-то инциденты были зафиксированы? Нет, ну пока нет. И думаем, что и не будет. Сами-то присоединитесь к Крещенским. Уже прошел эту процедуру. И буквально, наверное, 10 лет окунаюсь в прорубь. Как ощущения? Первый раз купались сегодня? Да нет, уже. А, сегодня да. А вообще, как часто купаешься? Каждый год. Здравствуйте. Ну скажите, скупались уже? Да. Как ощущения? Первый раз купались вообще? Нет. А зачем вообще так отмечаете праздник? Не обязательно же в воду холодную лезть? Не обязательно хочется. Вот и лезем. Ну а какие ощущения вот после всего этого сейчас? Тепло, хорошо, чисто. Самое главное. Очистили все свои грехи, надеюсь. Те, кто еще не готов к погружению в ледяную воду, в эту ночь стягивались к родникам. Так у источника на Первой дачной собрались десятки людей, которые наполняли бутылки и канистры водой. В храмах праздничные богослужения продолжаются. Денис Титаренко, Роман Шельдяев, Саратов-24. Денис Титаренко, Роман Шельдяев.